Друзья, всем привет! Мы с вами продолжаем играть в Арксервавл и продолжаем разбираться с модификацией Прометей. И у меня тут сегодня произошла небольшая проблема, у меня просто час записи с лишним исчезла, и вы сами видите, что у меня появилось. Раз Брудмазер, два Брудмазер, Эквус, Дракон и, кстати, да, Голем я проэволюционировал в пром Гьюард Голема. И что дало улучшение до Гьюарда вот этого Голема? Урон стал запредельно низким, просто, ну, это не урон для Прометей существа, давайте сейчас попытаемся ударить кого-то. Но зато, то есть вот смотрите, у нас урон с вами 1650, да? При том, что у него непрокачественный урон был 10 тысяч, то есть по большому счету урон стал в 10 раз меньше. Но зато по нему теперь будет проходить на 50% меньше урона. И также у нас с вами седло на 322 единицы брони, что говорит мне о том, что если бы на нем сидел другой игрок и управлял вот этим Гьюард Прометей Големом, то он мог бы танковать какого-нибудь босса и просто отлечивать, успевать отлечивать этого Голема, а другой игрок уже на более, ну, как бы, сильном существе, то есть, например, на Павер Додорейхсе или каком-то другом Павер Существе мог бы наносить урон. Потому что, как помните, у силовых существ очень мало здоровья. Их очень легко убить, потому что у них очень маленькая защита. И именно для этого существует Гьюарда, чтобы играть командой, чтобы один танковал, второй наносил урон. Досадно, что я так не могу здесь это делать, но с другой стороны мы с вами всегда в наших выживаниях пытаемся найти какое-то нормальное существо, на котором можно в соло убить боссов, потому что большинство из модификаций заточены в прекрасную игру в соло. И, как помните, очень сильным существом был Прометей Эквос. И у нас с вами в одном из выпусков появилось вот это седло синее на 176 брони. Конечно, не предел мечтаний, но все-таки неплохо. Плюс, и мы хотели сделать его, естественно, летающим. Обычный урон, это был 145 Эквосом. Так вот, обычный урон у него был где-то 60 тысяч, если не ошибаюсь, у прокачанного. Я хочу его сделать летающим, то есть, с какой-то стороны он у нас с вами будет этаким Пегасом. Дальше, за этот час я доформил монетки, и мы можем с вами сделать себе еще одно силовое зелье. Давайте скрафтим. Ну, это все было в записи, на самом деле. Мне с чифов выпадало два раза по 50 монет, но еще там по мелочи выбыло. Соответственно, жалко, что это все пропало. Ну, по большому счету, я везде летал и просто усыплял. Либо при помощи дракона, либо при помощи нашего меча усыплял существ, приручал и скидывал их домой. Ничего такого сверхъестественного не произошло. Досадно, но что поделать. Давайте с вами превращать этого Экваса в летающего. Далее, я хотел посмотреть, что могут королевы пауков, потому что я только что сделал на них седла и еще даже не тестировал. Королевы пауков в диком состоянии, они очень слабы и практически ничего не могли со мной сделать. Я же сделал, вот там, вот седла, хорошо. Но жалко, что седла обычные, сильных нету. Она может быть скоростной, она может быть ядовитой и она может быть огненной. Хм. Ну, давайте сделаем огненную, хорошо. Скоростной я не буду ее делать, потому что смысла нету. Мне кажется, это будет очень, ну, это будет очень противное существо будет. А вот огненная может оказаться довольно-таки неплохой. У нас с вами появляется летающий Эквас. Промфлайн Эквас. Он выглядит довольно-таки прикольно, потому что тот был голубым таким, с голубой расцветкой. Этот с белой. Ну-ка. А как мне на тебе летать? А, просто нажимаешь пробел и он взлетает, да? Ну-ка, а урон? Я не вижу секундочку этой трупики. Это все равно не урон, это мы с вами просто отталкиваем текстуркой. 20 тысяч. 20 тысяч с удара. Я же его абсолютно не прокачивал. Это 145-й Эквас был. Ну, то есть не топовый. Это, если не ошибаюсь, точно такой же по уровню, который у нас был раньше. Давайте посмотрим, насколько хорошо его можно раскачать. Насколько он станет сильным. 57 тысяч здоровья, это, конечно, не фонтан, но... Ладно, нормально, это тоже можно будет качнуть. Давайте сейчас добежим. Он медленный. Вот это проблема, конечно. Ну, то есть не то, чтобы медленный. Ну, типа, мог бы быть, типа, быстрее. 30 тысяч урона. Самое классное, что он летает. То есть на нем можно реально прям летать. И, естественно, с него можно наносить удары при помощи меча, стрелять из лука. Все, что хочешь. Можно волосами пользоваться. Блин, вот это действительно полезное существо. Так, полетели с вами к драконам. Сейчас будем его прокачивать, потому что, если сейчас он еще окажется сильным, нам останется только найти на него легендарное седло. Давайте, знаете, что попробуем? Давайте попробуем качнуть здоровье. Ну, блин, ну это по 1600 качается. Досадно. Но вообще, раскачать нужно хотя бы 1080, потому что иначе мы не сможем на нем сражаться. Вот тебе большая бутылка опыта. Давайте сейчас попытаемся его как можно быстрее прокачать. Скорость передвижения мы ему трогать абсолютно не будем, потому что все-таки это летающий Эквас. И в этом есть свои преимущества. Секундочку, правая клавиша мыши. Подожди, помните, обычный Эквас он призывал... Я не помню, кого там. Каких-то миньончиков, да дошек, что ли. Приземлите, пожалуйста. А, вот на пробеле приземлился. Так, эту Виверну мы с вами забиваем. Естественно, давайте собирать обязательно с нее первосортку, потому что первосортка очень нужна. Ее совсем мало осталось. Вон там еще наверху Виверны. Мне подкинули в комментариях мысли попытаться на каком-нибудь из существ попасть в ледяную пещеру, там, где находится ледяной червь. И, ну, и с ним сразиться. Посмотреть, насколько он сильный, насколько хорошо существа будут держать удар. Это, на самом деле, можно будет сделать. Тем более, у нас с вами броня, которая полностью защищает от холодной погоды. То есть, мы там не будем с вами замерзать. Единственный вопрос, сможем ли мы туда попасть на существах. Ну, как минимум, мы туда сможем их призвать. И куда-то все Виверны разлетелись. Ну-ка, сколько еще уровней все вы получили? Еще 105 уровней. Ну, то есть, почти это максимальная раскачка. Скорость, ну, скорость, кстати, хорошо качается. По 2%. Ха-ха. 112 тысяч урона. Неплохо. Единственная проблема в том, что Виверны падают в воду. Но, по идее, и он же должен уметь плавать. Да, он плавает под водой. Слушай, прикольно. А взлететь из-под воды я могу? Нет, взлететь из-под воды я не могу. То есть, если ты опустился в воду, нужно выехать на сушу. Да, потом уже взлетать. Ну, что ж, я его раскачал, насколько это было возможно. Это, естественно, не максимальная раскачка. Тут еще есть уровни, но это почти максимальная. И именно поэтому я все-таки хочу его сейчас здесь протестировать в пустыне. То есть, найти какого-нибудь, может быть, даже босса. Я не знаю, это чертовски опасно. Есть шанс, что он меня убьет. 360 тысяч, да? То есть, это не 3 миллиона... Нет, это 3 миллиона 600. Это 3 миллиона 600. Я просто хочу попытаться взлететь. И что-нибудь такого, ну, как-нибудь сверху его побить, чтобы он не мог меня доставать. Я, правда, не знаю, это тот ли босс, которого нужно сейчас убивать. Вообще, есть сайт, на котором, ну, как бы расписано, как нужно прогрессировать по Прометею. Все правильно. Вот эти боссы как раз являются первой стадией модификации Прометей. Нужно забить всех боссов, ну, то есть, с моменткой босс. Соответственно, с них будут выпадать соответствующие ресурсы. Ну, давай, я не знаю, рискнем. Рискнем. Что мы там нанесли? Мне кажется, 60 тысяч урона, да? Маловато. Маловато. При этом мы сами получили очень много урона в ответ. Секундочку. Тут у него музыка играет. Вот тебе молоко. У меня были хилки. Вот хилки. Я не знаю, что из этого сейчас будет происходить. Желательно как-то его так бить, чтобы не получать вот этот урон. То есть, ну, реально сильный, очень полезный, чем болезненный. Поджигает, все, хана нам. Хил. Успел. Нормально, 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 нормально. Нет. На тебе невозможно. Эй! Он все-таки достал. Я не мог лететь вверх. Он просто нас достал. Забираем отсюда все это дело. Прометей Эквас под это не подходит. Ничего страшного, мы себе найдем нового. Но тем более, в запись не попало, как я его приручал, так что ничего страшного. Для чего нам с вами нужно забивать этих боссов? Давайте введем сейчас сюда пром. И я вам покажу. Смотрите. У нас на 60 уровне разблокируются как раз вот эти существа. Пром Слаутер и Тиранус. Пром Нидхок Кьюб. Кемот. Шогон. И Шэдл Спайдер. И как видите, здесь нужны сердца. Например, Азура, Друид, Генеш, Осирис, Тиранус, Торн Девил. То есть как раз нужно собрать сердца вот с этих боссов, которых мы с вами только что пытались забить. Вот с этого босса. И при помощи них уже будут делаться вот эти кубы. Но, как понимаете, они нам по-прежнему продолжают задавать жару. И прям очень-очень серьезно. Ну-ка, Королева Пауков. Во что можно... Давайте, давайте в первую очередь просто протестируем. Обе Королевы Пауков были 125 уровня. Ну, просто так сложилось. Так, секундочку. Давайте протестируем, насколько она сильная. Правда, я хочу заглянуть в этот сиреневый лучик, глянуть, что там есть. Ерунда всякая. Ладно, хорошо, это все выкидываем. То есть, как понимаете, в принципе, у нас с вами все хорошо в плане урона. То есть, урон нормальный. По 60 тысяч можно заколотить. Но броня... Броня абсолютно нету. Урон 2000 у нее. Урон у нее 2000. И на правой клавише мыши. Что она делает? Выплевывает паутины на клавише C. Вот эти плевки накладывают ослепление, как плевок кудилофазавра. Ну, во всяком случае, там написано именно этот эффект. На клавише X идет взрыв. И вот этот взрыв, если не ошибаюсь, должен наносить довольно-таки большое количество урона. Кстати, сразу можно тебе урон подкачать. Здоровье качается по 4000. Ладно, нормально. Секундочку. Раскачиваем урон. Давай взрыв. Всего 1000 урона от взрыва. Ну, то есть, вообще ни о чем. Хорошо. Это на самом деле ерунда. Это никуда не годится. Это очень слабо. Закидываем к ней сейчас огненное зелье. Закидываем кристалл. Крафтим с вами огненную паучиху. Посмотрим, что может делать она. Есть, отлично. У нас с вами появляется огненная паучиха. Сразу давайте отсвестим ее, чтобы она стояла. Одеваем седло. И погнали смотреть, что вот эта особь может делать. Но есть у меня такое подозрение, что и она ничего толком делать не может. Не понимаю я, что не так с этой модификацией. И почему здесь такие слабые существа. То есть, ну, по отношению к боссам. И что мне нужно сделать, чтобы это изменилось. Ну да, конечно, у нас... О, 11 тысяч урона. Но это уже получше. Это уже приятнее. На клавише Х. Огненный взрыв. Хорошо, предположим. На клавише С. В огненный выдох. На правой клавише мыши. По-прежнему паутина. Никаких паучков она не призывает. Самое главное, что я сегодня хочу протестировать. Это, естественно, даже не паучиха. У нас с вами есть силовое зелье. И я хочу сделать силового дракона. Посмотреть, что он может делать. Потому что, в принципе, вот эти плевки силового... Ну, обычного дракона, который стреляет по 3 раза по 900 урона. В принципе, можно даже при помощи них попытаться поубивать боссов. Если вообще боссам будет летать хоть какой-то урон, значит... Ну, именно так и будем делать. Обычный удар тоже 24 тысяч. И это 70 уровней в урон. 24 тысячи на выходе? Ты чего? Ведь было в самом начале 10 тысяч урона. То есть так плохо прокачивается. Пока что два самых полезных существа в этой модификации. Это Индоминус Рекс. Но только из-за того, что у него... Вот этот Индоминус Рекс. Из-за того, что у него легендарное седло. И обычный Прометей Дракон. Потому что он очень неплохо стреляет при помощи своих вот этих плевков. Но все-таки давайте попытаемся сделать из него силового дракона. И посмотрим, что у нас из этого выйдет. Каким он станет. Здоровье 65 тысяч. Качается отрасительно, как у всех силовиков. Понятно? Ладно. Скорость низкая. Но ладно, это не самое главное. Самое главное, чтобы он был сильным. Дальше. Давайте протестируем, какой у него выдох. Секундочку. Я сейчас этого не понял. У него выдох. Вот прям выдох-выдох, да? Ну как так? Почему такой выдох плохой? Обычно укус 14 тысяч. Мы с вами только что получили две бутылки большого опыта. Замечательно. Вот это подфартило, так подфартило. Опять летим к Вивернуму. Потому что другого выбора в принципе и нету. Итак, у нас с вами все основные уровни есть. То есть сейчас я так понимаю, где-то до 9 тысяч получится, да. 9 тысяч процентов урон в ближнем бою. И нужно посмотреть, насколько это сильно в плане удара. Потому что я, честно говоря, немножко разочарован всеми этими существами. Как бы даже уже не немножко. Я прям серьезно не понимаю, как забивать вот этих боссов на этих существах. Потому что это же бред какой-то. Ну, 166 тысяч урона. Но там-то он все равно будет резаться. Рекс. Пром Альфа Рекс, да? Да, Пром Альфа Рекс. Секунду. Но оглушение 0. То есть мы его с вами не можем приручить. Можем его забить. Просто получить с него уровень. Но приручить его нельзя. 27 уровней плюс еще. То есть у нас сейчас с вами 314 тысяч опыта. Неплохо. А, он Трицератопсик, кстати. Трицератопс и Пром Алазавр, да? Пром Чиф. Вот, Пром Чиф Алазавр. Пожалуйста. Пром Чиф Алазавр. Ну, давайте с ним хотя бы сразимся. Ну, вот по нему-то урон-то, смотри какой. 59 тысяч, да? Он ничего с нами сделать не может. Да, получаем с него Flame Magic Potion. Хорошо. Дальше. Какие-то седла еще с него выпали. Секундочку. Кецель. Додорекс. Неплохо. На 270 брони Додорекс. Седло. Это же Додорекс, а не Додовиверн. Да, Додорекс, все правильно. И Мазазавр. Ну ладно, Мазазавр нам на самом деле не нужен-то, потому что подводных боссов здесь как таковых и нету. Еще один Мазазаврик впереди. Все-таки на самом деле вот эти вот Чифы, это как минимум большое количество седел. Так что нужно обязательно забивать. Справа у нас что такое с вами? Секундочку. Мы сейчас получили с вами 58 золотых, и это уже хорошо. Спасибо большое. Плюс. Кто? Чего? Кто? Чего на меня атакует? Эй! А кто, кто, кто это делает сейчас? Ты смотри, сколько мне оглушений вкидывали только что. 176 тысяч оглушений что-то мне вкинуло. Но я, честно говоря, абсолютно не понял, что именно. Ну-ка. Ты у нас кто такой? Пром-теренозавр. Терезинозавр, пардон. 130 уровня. 349 тысяч оглушений в секунду. А кто мог меня сейчас так здесь оглушать? А, я понял кто. А, я понял кто. Это у нас с вами пром-шутер. И, естественно, если не ошибаясь, этого пром-шутера можно усыпить. Что мы с тебя получили? Получили арбалет, винтовку, парочку неинтересных флагов. Это ерунда на самом деле. И его можно на самом деле приручить. Давайте-ка все-таки с вами сейчас приручим себе этого терезинозавра. Я хочу призвать сюда дракончика, который у нас с вами ядовитый. Это у нас силовой пром-поизон-дрэкон. Отлично. Давайте его призовем и попытаемся побыстренько усыпить. Дружище. Я надеюсь, что я тебя не убью. По идее... Секундочку, сколько у тебя вообще здоровья-то? Осталось 77 тысяч, 193 тысячи оглушений. Нормально. Можно спокойно кусать и ничего не бояться. Он сейчас уснет. Все, засыпает. Мы с вами, как и раньше, при помощи меча сейчас скинем ему немножечко голод. Давай, раз. И закинем в тебя, я не знаю, сколько кусков. Тебе понадобится мясо. Я думаю, что парочки хватит. Раз, два, три. Три куска мяса ему хватило. Забираем. И он у нас с вами приручается. Стой. Тебя мы еще протестируем. Ммм. Он все-таки может собирать траву. Точнее, влак, но... Нет, не может. Если бы он мог, у него бы появлялись ресурсы в кармане. Светла у меня на тебя нету, так что его нужно будет скрафтить. Давайте-ка еще полетаем здесь, потому что вот здесь я очень мало был. И, может быть, здесь какие-то интересные существа заспаунились. Как минимум, мы себе уже нашли терезинозавра. И это очень хорошо, потому что раньше я его не встречал. Смотрите, что у нас здесь с вами заспаунилось. Пром-адванс-трекс. Правда, есть чиф рядом. И я из-за этого очень боюсь к нему туда опускаться. 420 тысяч оглушения. Но вроде как они друг на дружку не должны агриться, потому что это существа в одной модификации. То есть оба Прометея. Мне туда подходить нельзя, потому что этот чертов Аргониан, он нас с вами просто-напросто забьет. У него на голове, смотри, у него на голове тут раз кайф-выдрой сидит. Плюс огромная пушка. Но у него всего 80 тысяч здоровья. Я, честно говоря, не знаю, насколько он сильный. Давайте сейчас здесь оставим с вами дракончика. Секундочку. Там на горе у нас с вами босс Ганешка. Я тоже пока что не знаю, как с этими со всеми боссами справляться. Я не думаю, что Рекс, у которого 80 тысяч здоровья, сможет сражаться с боссами. Но как минимум, это что-то интересное. Давайте, взяли с вами ядовитого нашего дракона, полетели с ним... Ну, полетели, попытаемся его усыпить. Давай за мной. Куснул? Куснул. Давай за мной, а? Нет, он на меня не реагирует, кстати, прикольно. Сейчас, пускай здоровье восстановится. Оглушение 64 тысячи всего вкинулось. Нужно сейчас быть очень-очень аккуратным, чтобы его не забить. Рексик, я тут. Рексик, давай за мной. Вот он, я здесь. Замечательно, он сагрелся. Я не знаю, он будет стрелять здесь в свои пушки или нет. Но мне как бы не очень хочется это тестировать. Так что мы немножечко с вами взлетим. Еще парочку укусов нанесем. Давай. Раз, два, три, четыре. Ну же, засыпай, а? Подожди, подожди, подожди. Это не нужно. Это вот делать было не нужно. Нужно было подсорку включить. Секундочку. Что там происходит? Гай, метал, что-то там... Я не обратил внимания, что там такое написано было. 278 тысяч оглушения. Ждем, пока восполнится здоровье и продолжим бить. А, гай, метал спаунер. Что это такое? Метал спаунер какой-то. Это тот, кто спаунит металл. То есть вот это вот можно собирать. Это металл что ли здесь? Это из Гая какое-то существо, которое раньше я не встречал. Воу. Ты посмотри, что мы сейчас только что добыли. Мы добыли цинк. Добыли с тобой медь из этих залежей. Вот этого я не сдал. И это мы с тобой уже закончили снимать модификацию Гая. Только сейчас узнаем о таких вещах. Вот это прикольная штукенция. И у нас есть на него седло. У нас седло на него дома. Потому что мы где-то, ну там, не знаю, во втором или в третьем выпуске. Это седло добыли, я все удивлялся, что за адванс трекса Я раньше такого никогда не видел И вот он здесь, пожалуйста Держи, тебе, наверное, пять кусочков хватит Ну, ладно, давайте не будем мучиться Просто ударим его один раз этим мечом Давай лопай Пожалуйста Что-то мне кажется, как-то этот меч ничего не дал А ты вообще как там, приручаешься или нет? Ну-ка еще раз Этот меч не снимает ему еду Странно, на него это дело не действует Так, грибы и, естественно, редкие цветы Нужно будет отсюда забрать потом, естественно, нефть И скрафтить еще немножко Зараза, почему так тяжело? Забирай еще Могу ходить? Могу С трудом, но могу Так вот, нужно будет обязательно скрафтить еще бензины и перенести туда Давайте, тащим это дело сюда Закидываем Я понял, что у меня так много весят Весят вот эти вещи из гаи И это все нужно убирать Все седла, все, все лишнее я убрал Отлично, делаем с вами вот это вот зелье Промпоисон Это у нас с вами яд Сразу три штучки И полетели обратно Я на самом деле сразу не подумал о том, что у нас с вами есть гигантозаврик Мы можем спокойно телепортнуться к зеленому обелиску И туда добежать А еще проще на самом деле доплыть Потому что мы хотя бы в воде нормально можем его контролировать Если не ошибаюсь, это было не на этом островочке, а на следующем Заодно мы с вами можем посмотреть Может быть что-то еще заспоунилось на берегу Да, промскарлет, скарлетрекс Я даже не знаю, что это такое Ладно, но он низкого уровня, 55-го Нужно будет потом посмотреть Самое главное это сейчас Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что-то здесь творится Какого черта? Какого черта? Это что такое? Промскарлетраптор, 25-й уровень Который призвал огромное количество миньонов Подожди, дружище Вот это да Давайте-ка призовем с вами еще раз Ядовитого дракона Пересядем на него Я не знаю, этот раптор агрессивен он или нет Но, честно говоря, мне не очень нравится это соседство Я думаю, что он агрессивный Да, 25-й уровень Потащили его отсюда Иди сюда Опять же, не знаю, насколько он сильный Я вроде усыпил его Я его вроде не убил, а именно усыпил Спокойно, миньончиков забиваем, маленьких Да, миньонов забили Эти все тоже мертвы Подожди Ты там как? Ты же не мертвый? Нет, он усыплен, 25-го уровня Всего 30 тысяч здоровья Давайте сейчас тоже в него положим пром-еду Закинем все-таки вот это зелье Ну ладно, давай побольше Закинем зелье Принять Окей, он приручается Я не знаю, зачем он мне нужен У нас с вами есть седло На него мы сегодня получили Летишь домой Прикольно Так Слушайте, а неплохой выпуск получается Хоть нам вначале не удалось То есть, точнее, мне не удалось нормально снять приручение Вот этих вот брудмазер и прочих, да Но зато мы с вами получаем вот этих существ Плюс из Гая нашли вот эти фишки Это тоже очень классно Так Естественно, у тебя там по голоду Ну да, еще ждать и ждать Так что закидываем в него сейчас вот это дело Прожимаем Приручается он Я же сказал, что он не с одного кусочка приручится С трех кусочков он приручается Тоже стоять Летишь домой Сейчас будем разбираться с седлами Сразу отправляемся на нем к виверным Я тут парочку укусов нанес Чуть-чуть опыта подсобрал У него было 2 300 урона, если не ошибаюсь Сейчас 4 900 Но это типа очень мало на самом деле Поэтому я сразу отправился сюда Проэволюционировать его ни во что нельзя То есть нужно, естественно, сейчас скачать урон Но вот в чем вопрос Что он может еще делать Потому что нет Ну так-то он выглядит просто безумно круто Эта выдра у него на голове прыгающая Он стреляет какими-то снарядами Ладно, договорились Это уже прикольно Ну-ка Да ладно тебе 800 урона И перезарядка огромная Клавиша C Огненный выдох Клавиша X Ctrl Оу, ничего А, подожди Снаряд поджег, да? Обычно урон стал 8 400 Ай, я промазал А сложно на самом деле стрелять Потому что она стреляет исключительно вперед Она стреляет вперед Вот куда она смотрит пушку Туда она и выстрелит То есть хорошо Вот я в него выстрелил Он загорелся, да? Да, он горит И горение причиняет, конечно, урон Но не запредельный Обычный урон По 8 400 Ладно Плюс элемент Оу, спасибо Там было седло гориллы Я абсолютно точно видел седло гориллы На 236 урон А, нет, рок-голем Хорошо, подожди Нет, отор пром Отор варьер седл Какой-то отор То есть воитель Вот так Как эта выдра была Маленькая, обычная Которая на плече А здесь также есть, видимо Большая выдра На которой можно ездить И еще седло на гориллу Но гориллу я только один раз видел Она была очень маленького уровня Второй раз я гориллу встречал Чиф гориллу С ней я даже не стал сражаться Эй Стреляем Не стреляется что-то вдруг Очень большая перезарядка Выдох по 3000 Ну неплохо Не, ну неплохо, реально Спасибо за первосорточку Сейчас мы с вами прокачали Его еще на 100 уровней Ну здоровье качается так Ясно Скорость передвижения По 1% То есть единственное Что ему можно качать Это как всем остальным Урон в ближнем бою Это какое седло? Промрекс Обычное То есть я не могу на тебя водить Нет, не могу Досадно Он очень медленный Вот это его максимальная скорость На шифтах Но хотя бы он может плавать Мы на нем Как-то очень странно Там сидим на самом деле Я даже вижу в принципе Седло Попорой даже Привстаем Слушай, прикольно Здесь огромные снаряды У него по бокам Ну-ка Почему ты не хочешь стрелять? Объясни мне А, потому что у меня Подзорка включена Точно Это не откат было Это была подзорка Но все равно Стреляет он Очень редко Привет Стоп Дайте я вас укушу 28 тысяч урон Но все равно Фигня Очень-очень мало Он очень медленный На нем практически Невозможно нормально ездить Выстрелами Невозможно попадать Блин Обычные укусы По 28 тысяч Но естественно Сейчас можно будет Еще прокачать Потому что сейчас Подъехал опыт Вот только что Давай, съедаем ее Как видите Урон 800 Ничего не изменилось Да, горение есть Да, замедление Но это все Что он может сделать Конечно неплохой Рекс В плане вот того Как он выглядит Довольно-таки свирепо И это вот как раз Выдра на голове У него очень классно смотрится Но сам по себе Он довольно-таки слабый Ну что ж Я на самом деле Предлагаю на этом Этот выпуск завершить Мы с вами протестировали Еще одно существо Которое меня очень интересовало В следующем выпуске Продолжим искать Тех существ На которых все-таки Можно справляться С этими боссами Продолжим разбираться С модификацией На этом пока что все Если вам понравилось Пожалуйста Поставьте лайк Сегодня У нас самым классным Существом был Это Эквос Но Эквоса Мы с вами еще раз потеряли Ничего страшного Мы с вами приручим Еще одного Но это на самом деле Ничего страшного Действительно Потому что Это единственный вариант Как можно протестировать Пойти и попытаться Ударить по боссу Если он даст Очень серьезный ответ И убьет тебя Ну значит Такая судьба Значит этому существу Не суждено сражаться С боссами Значит на нем Можно фармить Просто что-то другое Пока что на этом все Не забывайте подписываться Чтобы не пропускать Новые выпуски Удачи друзья Пока Увидимся в следующем